Оформление завещания при жизни. Тема щепетильная. Пожилые люди часто ее обходят стороной. Почему? Это проект по букве закона. На этот и другие вопросы сегодня отвечаем вместе с адвокатом и психологом. Тема наследства очень щепетильная, особенно для людей пожилого возраста. И многие стараются ее обходить. Юридически как-то не рассматривается. И многие, наверное, ее даже боятся. Ты знаешь, было несколько случаев, когда приходили дети с вопросом о планировании наследства. И они натыкались на вот эту проблему, как сказать это родителям. То есть, допустим, ситуация родителей уже преклонного возраста, не очень хорошее здоровье. Все понимаем, что это когда-то произойдет. И они у меня спрашивали, де юре, как оформить, что для этого нужно. Но вот по факту, я не знаю, они решили этот вопрос или нет, они прям сидели и мучились. Ну как мы скажем родителям, как мы скажем. Ведь реакция такая, что вы что нас хороните. Да, реагируют взрослые вот так. Вика, а что можно сделать в такой ситуации и почему так происходит? Первое, это то, что для людей преклонного возраста это страх. Это огромный страх. То есть для них есть такая цепочка в голове, простроенная, самая простая. Это оформление наследства-смерть. Смерть для всех инстинктивный страх. Мы все, что бы мы ни делали, так или иначе, любое наше действие, если его развернуть, оно делается для того, чтобы мы не умерли, чтобы мы жили. Для пожилого человека это гиперболизированный страх. Они же еще очень сильно себя накручивают. А если они еще и болеют, то, что каждый день может стать последним. И чем больше они накручивают себя, тем больше им хочется жить. И при этом они тем больше думают о смерти. Естественно, реакция такая, да. Наследство-смерть. То есть когда у нас наследство получают? Когда умирают? Поэтому у всех есть логическая цепочка в голове. Да, это так работает наш мозг. Он создает такие логические цепочки. Что касается вопроса говорить, конечно, говорить. Конечно, однозначно подходить. Потому что все так или иначе мы умрем. Смерть это нормально, как и жизнь. Как правильно обращаться к своим пожилым родственникам, родителям и донести вот эту информацию, что их никто не собирается обижать, заранее хоронить. И просто это юридический момент. Как говорить? Лояльно говорить. Сначала, ну, желательно через я высказывание пробовать говорить. Например, что мам, пап, я себя чувствую незащищенной. А если еще много детей в 70, мы чувствуем себя незащищенными. Вы поймите нас. Мы не хотим это делить. Мы не хотим ругаться. Мы хотим, чтобы это сделали вы. Это ваше имущество. То есть попробовать через точку значимости, как это значимо для детей. Естественно, если родители будут говорить, вы что у нас там хороните, или еще что-то, ни в коем случае. Но прям пытаться объяснить родителям, что так или иначе это когда-то произойдет. Все мы когда-то умрем. И здесь, конечно, лучше создать комфортную ситуацию для родителей абсолютно. Какую-то, не знаю, за столом, за мирным. И подводить потихонечку к этой теме, что хотелось бы. Но в этом случае я бы, наверное, больше бы обратилась к людям преклонного возраста. Чтобы они не доводили до того, чтобы детям пришлось разговаривать на эту тему. И сами взяли на себя ответственность. И обратились к адвокату, к юристу. И оформили все документы. Чтобы после их смерти не только их имущество осталось в семье как родовое. Но и остались вот эти родовые отношения между близкими людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова